Приветствую вас. Вы, конечно, написали очень много. Вот именно по тексту вы как бы описываете то, что происходило между вами и вашей девушкой. И, в принципе, здесь понятно только одно. Это то, что, по сути дела, вы не можете нормально существовать, ну как бы, друг с другом. То есть, в постоянной разлуке. Понимаете, любовь, в любом случае, какой бы она ни была, какой бы сильной она ни была, она невозможна, если люди вместе не находятся, если люди не вместе, если люди поросли, если люди на расстоянии. Потому что, так или иначе, практически всегда это ведет к возникновению какого-то непонимания между друг другом, к навязчивым мыслям, к образам, к негативу, к тому, что не так, неправильно друг друга понимаете вы. И в результате все это приводит к определенному расставанию, к определенным негативным моментам, связанным именно вот со всем тем, что вы описываетесь. То есть, в любом случае, вот ключевой момент, который вы описали в своем сообщении, именно ключевой момент, главный момент, заключается в том, что, когда вы с ней рядом, вы ее любите, как она говорит, и она это преднает, она понимает, она верит вам, она видит, что вы ее любите. И это, знаете как, это не очень нормально, но в данном случае, к сожалению, довольно естественно. Потому что сложно не думать о себе, когда речь идет об отношениях на расстоянии. Это практически невозможно. И вы говорите о том, что вам делать, нужны ли ей ваши извинения там и прочее. Но это вам хочется сказать, да. Если вы искренне говорите о том, что хотели бы, чтобы человек был счастлив, если вы искренне пишете, что, например, там, я не знаю, готовы ее отпустить, готовы, чтобы она жила без вас, или что-то вот в этом роде, если вы действительно к этому готовы, то хотя бы для того, чтобы ваши отношения были завершены нормально и адекватно, напишите ей об этом, скажите ей, что вы были с ней, например, счастливы, что вы потрясающе проводили с ней время, что она изменила вас, заставила по-другому смотреть на вещи, например. И поблагодарите ее за то, что она вам встретила жизнь. Попросите прощения еще раз за то, что вы, там, устраивали сцены ревности, там, грики, да, психи и так далее. Извинитесь перед ней. Следующий момент касается, пожалуй, того, что вы не знаете, что вам делать. И чтобы жить вместе, нужно восстановить доверие. Вы знаете, вы такое впечатление, что сами себя, осознанно или нет, ограничиваете и отдаляете от этих отношений. Потому что нельзя быть в доверии человека, в полноценном доверии к человеку. Если вы с ним, простите, не вместе, если вы с ним, простите, а находитесь где-то в порозе друг от друга. Тут доверие, ну, никак не получится нормально восстановить, потому что всегда будут ссоры. Ну, по крайней мере, с вашей стороны точно будут. А это значит, что вам нужно, на самом деле меньше переживать, а больше думать над тем, что вы можете реально сделать. Ну вот, она усомнилась в том, что вы любите ее сына, что он вам нравится. Как бы ее право в этом усомнился. Конечно, вам неприятно. Это понятно. Но и она тоже не в хорошей жизни подобное подумала. Значит, вам нужно доказать своим поведением, что это не так. И это поведение действительно связывается не с тем, что вы что-то скажете. Это поведение связывается с тем, что вы что-то сделаете. То есть, если вы хотите быть с ней, если вы действительно готовы сам меняться, если вы понимаете, что все ваши ссоры были не по ее вине, а потому что вы как-то неправильно воспринимали ситуацию и неверно себя в ней вели, то вам ничего не стоит, например, приехать к ней, нагрянуть к ней, допустим, и, как бы, устроив такой сюрприз для нее, показать ей, что вы хотите быть с ней действительно, что все вот это расстояние, это лишь только сбивает вас с правильного истинного курса. Вот так можно поступить, если вы хотите быть с ней. Так можно поступить с точки зрения, ну, как бы, мужчина. То есть, мужчина, если хочет быть женщиной, он сделает все для того, чтобы быть с ней. И расстояние для мужчины это совершенно не преграда. Тут нужно понимать, что чтобы вы не сказали друг другу именно на расстоянии, это все весьма и весьма условно. Потому что это определяется на самом деле только лишь тем, что вы говорите. То есть, такой вот, знаете, я бы сказал, немного такой изолированный смысл того, что вы можете сказать ей. изолированный смысл того, что можно сказать вам о нём. Слова отбраться слова. Вы друг друга не видите, вы друг друга не чувствуете, не ощущаете, и отсюда достаточно искаженное представление о человеке. поэтому и ссоры, и выяснение отношений лучше всегда как бы откладывать на тот период, когда вы всё-таки вместе, чтобы вы могли поговорить с глаз на глаз, чтобы вы могли почувствовать друг друга. поэтому вот в том, что вы можете сделать сейчас, это написать ей такое вот письмо, письмо, в котором вы её благодарите за то, что она вам вашу жизнь принесла, а сами вы подумали, как вам можно эту ситуацию поправить. Как вам можно сделать так, чтобы хотя бы для себя эти отношения завершить? Ну вот, нагрянуть к ней, приехать к ней, побыть с ней, с её ребёнком, показать, что вы принимаете его тоже было бы хорошим подспорьем для построения ваших отношений. Было бы хорошим доказательством ваших намерений, для неё, конечно же. Есть вопрос в том, готовы ли вы это сделать. Готовы ли вы, можно сказать, рискнуть? Если да, то хорошо, вы молодец, вы готовы бороться за своё счастье. готовы, нет, то почему нет, почему не готовы, чего ждёте, например, чего вы ожидаете, и чего боитесь. Если хотите завершить отношения, если понимаете, что вы не изменитесь, это вопрос другой. Здесь вам как бы лучше знать, готовы вы меняться или нет. определённо, что если вы меняться не готовы, если вы не можете сейчас жить с ней, быть с ней, то, конечно, и отношения возобновлять не имеют никакого смысла, потому что хорошего из этого не получится ничего, вы по сути дела опять поссоритесь рано или поздно, и всё это будет идти под на настоящий. И таким образом у вас несколько вариантов дальнейшего развития событий. Либо вы работаете над собой и осознаёте причину, по которой вы устраиваете скандалы, постоянно ревнуетесь, ссоритесь, устраиваете там сцены и так даже. Это происходит из-за вашей неуверенности в себе. Это происходит из-за того, что вы сомневаетесь в себе. Соответственно, эти моменты нужно выявить, стать более самодостаточным, более личностно развитым, и тогда это вам не будет мешать. Отношения вы сможете вести более выдержанно, более целеустремленно, более терпеливо, потому что любые отношения всегда связаны с терпением по отношению к другому человеку. То есть нужно определить причины, по которым вы устраиваете подобные сцены. Определить причины, по которым вы проявляете свое подобное поведение. Чем оно продиктовано, чем оно вызвано, и так далее. Вместе с этим, вместе с этим, как бы вот параллельно с этим, если быть до конца точным, то я бы рекомендовал начать с этого, а потом дальше двигаться в направлении как раз активных действий по отношению к ней, по отношению к вашей женщине. Дальше. Если вы не готовы к тому, чтобы делать для нее это, такое тоже может вполне быть, не готовы или вот сомневаясь там и так далее, тогда нужно отношения вам завершить. Завершить так, чтобы они вас больше не беспокоили. Для этого нужно обе таки для себя уяснить важную вещь. Что вы хотели получить от этих отношений, и что вы получили. Потому что если вас постоянно не устраивало что-то, но это говорит только о ваших потребностях. Почему только девушка должна удовлетворять ваши потребности совершенно, это не подавно. Это точно я хотел вам сказать. в принципе думаю, что если все вот это что я сказал это как бы с учетом того, что вы действительно серьезно в эту девушку влюбили, действительно планировали с ней жить, планировали связать свою жизнь и так далее. Если это все вам не подходит, тогда думаю то, что Лидия написала для вас более чем приемлема. То есть вполне может быть, что вы очень наивно подошли к этому вопросу, вполне может быть, что ее образ слишком сильно отличается от того человека, который есть. На самом деле вы его реального не принимаете. Я думаю, если основная проблема заключается в том, что вы хотели от этих отношений что-то получить, не получали или получали, но не в полном объеме и предыскать этого постоянно у вас возникала негативная реальность. Правда в том, что в том, чем вы нуждается получать нужно, но не через человека, а напрямую. Тогда и не будет таких у вас всплесков негативной эмоции на женщину, которая в общем-то совершенно не обязана и не должна терпеть подобных проявлений от своего мужчины, с которым она по идее хочет жить. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.